Олег Соскин, Олег Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Вчера появилась очень оптимистичная информация о том, что начался в стране экономический рост. Вот согласно официальной статистике. Ну вот чего вы сразу улыбаетесь, Олег Игоревич? Ну чего вы вот улыбаетесь? Это ложь. Это власть лживая. Она врет на каждом шагу. А говорят так, что есть три вида лжи. Говорит, это открытая ложь, скрытая ложь и статистика. Вот статистика в нашем стране, она всегда лживая была. И во времена Советского Союза при коммунистической партии, и сейчас тоже наследники этой коммунистической партии при власти находятся только уже как воры. Вот поэтому, естественно, они врут. Им же надо свое воровство чем-то аргументировать, оправдывать. И они говорят, вот уже сейчас начнется. Это как мираж в пустыне. Идет человек, уже неделю воды не пил, уже думает, сейчас сдохну. И вдруг увидит, ему кажется, что там пальмы, финики, бананы растут, гурии там. Женщины ходят, обнаженные с водой, ему несут. Он туда, а там песок жрать нечего. И скорпионы с кобрами стоят. Вот это то же самое, что наше правительство нагло врет. Тем более Гройсман, он вообще генетический брехун. Я боюсь, что Гройсман даже читать вообще не умеет. Ему все наговаривают. Наушник глухо вставили. И он как это, роли заучивает, и потом выступает. Видно, зрительная память хорошая. Научился в детстве эти день знаки считать, когда с папой ларьки поборами обкладывал на рынке Винница. То есть это же называется абсолютное, с одной стороны, это неучи, профаны, невежи. А с другой стороны, это очень жадные люди, которые все крадут. И они будут продолжать красть. Поэтому никакого экономического роста нет. Страна находится в состоянии дефолта. Люди обложены налогами. Вот это, поэтому ни о каком росте, ни о каком фанфарной глупости, которые Гройсман говорит. Я сейчас возвращался, был в Словакии. Ну, естественно, надо границу переезжать. Вот Ужгород. Со стороны Словакии стоит современная, красивая, реконструированная граница. Со стороны Украины, как будто какой-то жлободром. Просто, как будто бараны прошли, и там это все разрушено. И рядом стоит недостроенная, это деньги дал Европейский Союз, деньги дал. Там должна была быть построена новая там как бы система, чтобы расширить систему переходов, ее облегчить и так далее. Так вот она уже месяца четыре, ну три так точно, она стоит уже, это как, знаешь, долгострой, коммунистический долгострой. Вот Порошенко, он же тоже дитя коммунизма, КГБ. Гройсман, это же вообще, там где-то в полях его нашли, в огороде каком-то, там под кустом рябина, ой, рябина кудрявая. Вот. И во Львове с Гуладзе удрала? Удрала. Сделала нам, уничтожила профессиональные кадры в милиции, развалила все органы эти наши милицейские. И удрала грузинка это во Францию к мужу. Еще вторую подружку оставила, и Авакова с Каспийского моря. Киев весь наркотиками поглощен. Теперь уже до Ужгорода эта зараза добралась. А где же ваша милиция? Где же ваша полиция? Чего же вы этим не занимаетесь? То есть мы идем к ситуации развала всех институциональных систем государства. И прежде всего, конечно, в экономике. Рост экономики они показали. Ребята, чтобы был рост экономики, должна быть норма накопления капитала. То есть кто-то должен перед этим, 4 года был назад, 3 года назад, вкладывать деньги в накопление и создавать новые мощности, чтобы потом их ввести в действие. Обычно цикл 2, 3, 4, 5 лет ведения новых средств производства. Чтобы они производили новую продукцию. Ну откуда же возьмется этот рост экономики, если нет роста материального производства и услуг? Если есть падение потребительной, розничной торговли. Падение, то есть розничная торговля, это значит люди стали меньше покупать еды, меньше разных потребительских товаров, обуви, одежды и так далее, и так далее. Люди же на всем экономят. Что, сюда больше туристов стало ехать? Нет. Валюта сокращается? Сокращается. Может астербайтеры сюда больше наши стали денег привозить? Нет. Так откуда же рост берется? Валюты нет, значит это все махинации. Но банки уже не выдерживают. И сейчас уход российских банков будет означать, что фактически банковская система Украины уже не в состоянии трудиться. Теперь, если выходят эти три российских банка, они выводят свои активы, что ли, да, произойдет? Гривня рухнет. Вы думаете, если они уйдут, гривня рухнет? Конечно рухнет. А когда они уходят? Когда они окончательно уходят? Я думаю, они должны уйти в течение мая, июня. Ого, ты считаешь, что это в сентябре может все накалится? Конечно. Ну может быть деньги Международного валютного фонда все-таки? А надо же 13 законов принять. Они не могут нам помочь априори. Как наркотик может помочь? Кому он кому-то помог? Просто так чуть-чуть организм оживает на время, а потом еще хуже впадает в эту ломку. Они не могут помочь. Сердце почти остановилось. Международный валютный фонд, это как запускает сердце с помощью электрошока. Знаешь, такие к сердцу прикладывают итог. Говорят, включите итог. Украина так джи-джи-джи-джи. Вот это они делают. Не могут нам деньги априори МВФ помочь. Они никому не помогли. Мы идем сейчас по пути Венесуэлы. Ну точно путь Венесуэлы, где уже идут погромы, жрать нечего, голодовка. Людям эти магазины, армия охраняет. Люди стали уже просто убивать за кусок хлеба в Венесуэле. Ну пусть покажут, есть же у нас еще независимые телекомпании. Пусть покажут, что творится сегодня за люди не могут достать продукты Венесуэле. Воды нет, электричества нет, продуктов нет, магазины разгромлены. Вот вам государственный социализм боливарского типа. У нас другой социализм имени Порошенко, Яценюка, Яреська, американки, Сороса, Ротшильдов. Я не знаю, цель какая? Говорят, надо поднять цены до рыночного уровня. А с какой целью? Если вы поднимаете цены до рыночного уровня, и у вас 8 домохозяйств должны получать в результате субсидию на газ... 8 из скольки из 10? 8 миллионов хозяйств, 8 миллионов хозяйств, 8 миллионов. Это значит, в людях минимум 8 умножим на 3, получаем с вами 24 миллиона. 42 нуждаются в субсидиях на газ, на оплату газа. Люда, ну это же катастрофа. Это означает, что в стране остались только бедные, что в стране уже нет среднего класса. Но тогда давайте назовем пофамильно, кто довел страну до такого же состояния. Люди, а что же вы молчите? Нет, ну возможно, если серьезно говорить, то возможно ли сегодня все-таки не поднимают тарифы до такого катастрофического случая? Конечно можно. Вот смотрите, нам говорят на немецком хабе. Какой немецкий хаб? Зачем нам на этот ваш германский хаб газовый, где цена формируется на газ? А что, тут не можете сделать, скажем, в той же Варшаве газовую биржу? Нельзя сделать варшавский хаб газовый? Слабо что ли? Давайте там формировать цену на газ. В чем проблема? Украина добывает минимум 20 миллиардов газа. Я говорю, Порошенко, кому газовые скважины ты отдал? Кто ими владеет? В аренду или через какие-то подставные предприятия? Расскажи нам. Мы тогда узнаем, кто газ тырит. Тарифы говорят поднимать. А кому облэнерго принадлежат? Вы же скажите, кто в результате подъема тарифов выигрывает? Вексельберг, да? Вексельберг выиграл? Выиграл. Ахметов, который сдал Донбасс, выиграл? Выиграл. Григоришин, российский гражданин, против которого в России делать криминальное, выиграл? Выиграл. А мысла. Суркиз выиграл, да? Друг Медведчука выиграл. Еще там есть ребята, другие всякие, про которых забыли, которые вместе с ними были великолепные. Губский типа там, в семерке, который землю все скупает у крестьян, наесться не может. На кладбище надо там всего. Очередь на Байковском кладбище стоит, даже в крематорий сегодня. Народ так мрет, что не успевают сжигать. А он землю покупает. Еще, чтобы спалили еще, чтобы, а то может умрет и спалить земли не будет, и спалить тоже уже газа не будет в крематории того же Губского. То есть думают, они думают, что они вечны. Люди не понимают на сегодняшний день, что ситуация фактически зашла в тупик. То есть у людей нет, у миллионов людей нет денег, чтобы платить за этот газ. Потому что давайте, можем ли поднять зарплату в три раза, как девальвант? Нет. Не можем. Можем, потому что нет такой продуктивности труда. Потому что девальвацию сделали искусственно. А что можем сделать? Можем сделать ревальвацию гривни. Но тогда, конечно, кто будет наказан, если ревальвацию сделаем гривни? Это миллиардеры. Мы тогда перераспределяем богатство в сторону десятков миллионов граждан Украины. То есть ситуация практически гибельная в стране. Поэтому правы те, которые говорят, нельзя до такой степени повышать тарифы. А те, которые говорят, давайте сделаем их рыночными, да, давайте сделаем. А где гарантия, что не будет девальвации гривни снова? У нас же уже были рыночные тарифы в 2005-2006-2007 годах. Уже тогда цена на газ почти была 80% от рыночной. А куда же делась эта цена тогда? А вы сделали, товарищ Порошенко, с Гонтаревой и Кубевым специально девальвацию. И цена рыночного в гривне, что? Опять упала до нуля. Сейчас вы подняли опять до рыночного уровня, а зимой вы снова сделаете гривневую девальвацию. И цена на газ опять будет составлять 40% от рыночной. Но тогда люди уже начнут детей своих жрать. Потому что уже вообще, теперь следующий этап предлагается. Давайте введем пеню за неуплату коммунальных услуг. А если мы вводим пеню, то человеку потом говорят, а теперь мы у тебя твою частную квартиру что? Забираем. За долги. А если это не геноцид, люди, тогда что такое геноцид? То есть мы с вами имеем ту же коррупцию. Мы имеем болванов, которые сегодня возглавили государство. В экономическом плане они ничего не понимают. Я думаю, они вообще категории не знают. То есть это вообще полный какой-то алис, это конец. Мы с вами переходим сейчас в модель финансо-экономического коллапса. Дороги, дорог же нет. Вы же посмотрите, Киев весь покрыт машинами. Откуда они взялись? То есть все с Украины съезжаются в Киев. Все города сегодня умирают. Осталось Львов, Одесса, Киев, Днепропетровск. Немножко, ну, пять Харьков. Пять городов. Все. Все остальное поедут пусть они по Черниговской области. Там стоят заколоченные, разваленные целые села. Уже никто не живет. В Кировограде там даже дорог нет. Полтавская область. Дорог нет, вообще проехать невозможно. Вы что делаете? А он говорит, я буду Евровидение проводить. Какое Евровидение ты будешь проводить? Город раньше приведи в порядок. То есть мы с вами вынуждены говорить, что власть сегодня патологически лживая. Власть надо это убирать. Они ничего не умеют делать. Они ничего не могут сделать. Ничего не умеют. Они могут только строить магазины рошены. Вот это единственное. Везде стоят рошены. Даже на погранзаставах уже стоят рошены. Олег Игоревич, ну и традиционный вопрос. Ваш прогноз на... Ну скажем, вот до осени может насидеть? Ой, до осени трудно. Вряд ли доживем. Это ж один говорит, слышишь? Говорит, а ты можешь вот, говорит, вот любую женщину, мол, вот, чтобы она любовница? Говорит, да, любую. Ну вот, говорит, у меня соседка есть. Вот смотри, позвонила, она вышла. А кто-то говорит, ну, надо, только если не нравится, немножко выпить. Посмотрел на нее, говорит, я столько не выпью. Олег Игоревич. Так вот это я на Порошенко смотрю, я говорю, мы с ним не доживем до осени из Гройсмана. То есть они так грибут, что денег нет страна, страна не может их прокормить. Нет денег, чтобы эту шайку прокормить. Понимаешь? Поэтому, я думаю, значит, они же поэтому сейчас бьются в истерике, чтобы МВФ дал денег. Тут все зависит от того, как с психикой у Лагарш, главы МВФ. Если у нее психика более-менее нормальная, то она денег не даст. Ну, я думаю, она уравновешенная женщина. Я думаю, поэтому денег, ну как ворам деньги давать? Все равно, что украдут.